Верховная Рада Украины 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 препарата ципротерон или внутримышечной инъекции лейпрорелина. После окончания действия препарата он может вводиться повторно, если по решению суда срок наказания еще не истек. Вредит ли здоровью химическая кастрация? Ну, как вы думаете, друзья, вредит ли здоровью? Ну, хотелось бы мне, конечно, и ваше мнение послушать, как вы думаете по этому поводу. Но вот в период действия препарата, как написано в статье, у мужчин наблюдаются аналогичные побочные эффекты. Как и при хирургической кастрации, остеопороз, гипергликемия, депрессия с последующим развитием агрессивности, ожирение, повышенный риск тромбозов, склонность к развитию ишемической болезни сердца, гинекомастия. Часть симптомов связана с побочным действием препаратов. Ну, знаете, если придумали плохие препараты, то что же теперь делать? Надо думать и делать хорошие препараты, а не использовать плохие препараты. Ну, вот давайте посмотрим, как это сделали в Казахстане. Ведь Украина может поучиться и на примере соседа Казахстана. Химическая кастрация педофилов неэффективна, надо резать. Такая статья у нас в московском комсомольце, которая за апрель 2019 года. В Казахстане выделили средства для химической кастрации 88 педофилов на то, чтобы осужденные прошли 6-месячный курс инъекции препарата ципротирон. Из бюджета страны выделено 9,6 миллиона тенге. В 2020 году планируют потратить еще 29 миллионов на лечение 232 пациентов. При том, что некоторые медики уже и сами сомневаются в эффективности химической кастрации. Нейтрализовать действия препарата могут алкоголь и обычные средства для возвращения мужской силы, которые продаются в свободном доступе в любой аптеке. Тогда зачем этот фарс с химической кастрацией? Ведь не дураки же писали закон. Зачем фарс такой? Это ведь надсмехательский пиар. Якобы кто-то заботится о детях и хотят наказать педофилов. Но оказывается и это не так. По словам врача, уролога Елены Подборновой, препарат, притупляющий активность педофила, начинает действовать только после 4 инъекций. И вводить его нужно, друзья, регулярно, минимум раз в 2 недели. К тому же, единичный пропуск укола может вернуть активность педофилу. Кроме того, врачи обеспокоены тем, что действия препарата могут приглушить обычные средства для потенции, которые свободно продаются в наших аптеках. Это Омнадрен и Нибидо. Стоимость их вполне доступна от 7 до 35 тысяч тенге. Эти лекарства продают по рецепту врача. Но, во-первых, не все аптеки соблюдают эти правила. А во-вторых, получить разрешение врача на эти препараты, ну не так сложно. Более того, подавлять действие препарата может алкоголь. Причем не обязательно пить его в лошадиных дозах. И еще одна проблема в том, что не все осужденные будут проходить вакцинацию в местах лишения свободы. И ни одна клиника не имеет доступа к базе правоохранительных органов. Следовательно, врач, увидевший у пациента низкий уровень тестостерона, выпишет ему соответствующие препараты. Ведь определить содержание в крови препарата химической кастрации могут только специальные лаборатории. Во избежание таких ситуаций врачи просят доступ к базе, где значатся имена всех педофилов. Но и здесь есть нюанс. Некоторые частные клиники помогают пациентам сохранять анонимность и не просят у них удостоверения личности. Обезопасить общество сразу от 88 человек. Ну, наверное, это серьезные планы для Казахстана. И потом, суд может принимать решение о химической кастрации только при положительном результате судебно-психиатрической экспертизы. Во многих случаях пресловутая экспертиза признает преступников вменяемыми. Человек совершил преступление, но считается психически здоровым. А вот здесь, друзья, и лежит камень преткновения. Психическое состояние пациента. Начинать нужно не с химической кастрации, а с психической обработки сознания человека. Он должен подвергнуться работе специалиста. Ведь это психическое заболевание. Прежде всего, это неуверенность в себе. Прежде всего, это сломанные судьбы. Прежде всего, это сломанные мужские характеры. Прежде всего, это боязнь показаться несостоятельным в мужском плане перед нормальной здоровой женщиной. И здесь они бегут к детям. Они там, на маленьких детях, выплескивают свою социальную униженность, социальную несостоятельность. Это ведь из разряда шизофрении. А если он шизофреник, а таких у нас огромное количество в правительствах, то тогда их нужно лечить. Но их не лечат, а придумывают какие-то глупейшие инъекции, якобы и будут наказывать. Но вы сами видите, из того, что я вам прочитала, инъекции не помогают, инъекции не работают. Тогда зачем принимается никому ненужный закон? Он не будет решать проблему человеческого общества. Он будет затягивать болезнь общества, когда больные мужчины свою несостоятельность, свою шизофрению несут в общество, но начинают с маленьких детей. Поэтому, конечно, с одной стороны, правильно, вроде бы, что рассматривается закон о химической кастрации. Но с другой стороны, как вы видите, несостоятельность самой химической кастрации. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.